Вот будете тоже с гаджетами сидеть, потому что плохое зрение будет. Да, верно? Ну, с 8 июля я по себе телефон не смотрю. Как сюда пришла. Гаджеты, цифровизация, перегруженная школьная программа и наследственность. От чего слепнут современные дети? Проблема в том, что, как правило, дети не жалуются на снижение зрения. Как не пропустить первые симптомы миопии? И какие методы лечения глазных болезней предлагает современная офтальмология в Казахстане? Мышцы очень маленькие в глаз, поэтому легче оперировать с микроскопом. Аппаратное лечение или операция, как наши офтальмохирурги, помогают избавляться от косоглазия, и при чём здесь ботокс? Это ботокс. Делается совсем чуть-чуть. Насколько хватает этого эффекта? Или он тоже временем? Если мы колем при паралитическом косоглазии на полгода, на год, то есть им постоянно раз в год, раз в полгода нужно докалывать. Но если косоглазие возникло остро, на фоне выраженной зрительной нагрузки, тогда эффект от одного укола навсегда сохраняется. Вы смотрите программу «Медицина Кейзет». Меня зовут Вера Захарчук. Мы здесь, как всегда, говорим честно о самом главном. Здравствуйте. Далеко не вижу. Далеко – это, можно сказать, размыто. Вот, например, если далеко человек стоит, я его лицо не смогу распознать. А близко вижу. Примерно так все пациенты с миопией, в народе больше известной как близорукость, описывают свои симптомы. А еще жалуются на сухость, жжение в глазах, их быструю утомляемость, а даже головную боль. Само понятие миопия означает в переводе с латыни «щуриться». И действительно, если вы посмотрите на близорукового человека, то увидите, что он при разглядывании удаленных предметов начинает прищуриваться. Объекты на расстоянии для него становятся расплывчатыми. Это происходит из-за того, что деформация формы глазного яблока приводит к фокусировке световых лучей не на сетчатке глаза, а непосредственно перед ней. Это состояние противоположно дальнозоркости, где все происходит наоборот. Вдаль человек видит хорошо, а вблизи плохо. Болезнь может быть врожденной или приобретенной. Ее разделяют на истинную и ложную. В первом случае патология является временной и развивается по причине сильного напряжения зрительных функций при постоянной работе за компьютером или с мелкими деталями. Если источник напряжения не устранить или хотя бы не сократить время работы, то может развиться истинная миопия. Та самая, которая затрагивает все элементы оптической системы глаза. Орговечный слой, хрусталики, глазное яблоко. Это уже прогрессирующее заболевание, которое требует своевременного лечения. В будущем она может приводить к развитию опасных болезней, таких как глоукома, катаракта и отслойка сетчатки. Салима родилась с хорошим зрением. Проблемы, как и у большинства детей с этой патологией, начались у девочки. Когда она пошла в школу? Последние три года у нас резко ухудшилось зрение. В том году у нас было минус 4, сейчас в этом году у нас уже минус 5. У нас в классе много, кто в очках, 5 человек. Вот так вот дети, да, все очки начинают. У нас есть такая компаска, 4 человека, все в очках. Компьютеры, планшеты, смартфоны и прочие гаджеты в наше время становятся незаменимыми помощниками, источниками развлечений, но они же и источник серьезных проблем. И если 25 лет назад к окончанию школы близорукими становились лишь 10-15% ребят, то сейчас к 16 годам диагноз миопия ставится половине подростков. И медицинские осмотры в школах Казахстана рисуют весьма печальную статистику. На первом месте среди заболеваний у учащихся стоит патология органов зрения. У нас, например, на первом месте идет нарушение рефракции. 50% детей – это врожденные аномалии, приобретенные аномалии. В нарушение рефракции входит близорукость, дальнозоркость, косоглазие. В этом году мы проверяли детей перед школой первоклассников. И 50% детей – близорукость. Это все-таки, сколько мы проводим бесед, разговоры с родителем. Каждому родителю мы даем памятку о том, как соблюдать зрительный режим. Но, к сожалению, родители не все выполняют наши требования. Ну, вот эти вот гаджеты, сотовый телефон – у нас прогресс идет. Особенно в ковидное время у нас близорукость выросла в два раза. Ну, с 8 июля я почти телефон не смотрю. Как сюда пришла? Потому что они пришли и сказали мне не спать. Он сказал, ах! И потом не смотрю телефон уже. И сейчас они лежат в телефонах, а я на них смотрю. Так скучно. Главными виновниками в этом заболевании у детей действительно сразу же назначили всевозможные гаджеты, стремительно захватившие планету и последние десятилетия. Но исследования показывают, что не все так просто. И простым запретом на игры и просмотр мультиков на планшете или в смартфоне проблему не решить. На вероятность глазных патологий оказывает влияние два основных фактора – генетическая, предрасположенность и образ жизни ребенка. Зрение ухудшается не только от многочасовых зависаний в гаджетах, но и от чтения обычных книг или выполнения домашних заданий в тетрадях. Программа школьная тоже усложнилась. И где-то больше близорукость выявляется в 3-4 класс. Когда ребенок и рост организма идет, и большая зрительная нагрузка влияет все это на глаза. А когда уже появляется близорукость, она обязательно прогрессирует. Сейчас статистика по школам говорит о том, что чем больше у ребенка учебная нагрузка, тем хуже у него зрение. Напрямую связаны болезни и с проблемами позвоночника, нарушением осанки. Ведь это сказывается на кровоснабжении мозга и, соответственно, влияет на нормальную работу глаз. Кроме того, современные дети все хуже питаются. Дело не только в фастфуде, но и вообще в резком снижении качественных продуктов на прилавках наших магазинов. Это вызывает дефицит витаминов и минеральных веществ, которые невозможно полностью восполнить, просто принимая различные добавки. Близорукость провоцирует и недостаток дневного света. У детей, которые мало находятся на улице, она наблюдается особенно остро. Дело в том, что естественный свет влияет на правильный рост глазного яблока, предотвращает его быстрые скачки. Необходимо беречь зрение, особенно в период активного роста ребенка, то есть до 18 лет. И в случае нарушений как можно раньше начать лечение. Так что, если вы заметили, что ваш ребенок часто моргает, старается сесть ближе к экрану, когда смотрит мультик, наклоняет голову или прикрывает глаза, щурится, сразу записываетесь на диагностику, как у листов. Проблема в том, что, как правило, дети не жалуются на снижение зрения. У них нет каких-то высоких требований к остроте зрения. Поэтому отсутствие жалоб приводит к тому, что часто родители приводят детей уже с большой близорукостью или с какими-то нарушениями зрения, которые нужно было лечить в раннем детстве. Поэтому, конечно же, очень важно, чтобы вашего ребенка увидел офтальмолог в соответствии с графиком. То есть это при рождении, на первом году жизни, в три года. И далее, как правило, осмотр уже перед школой, чтобы ребенок пошел в школу с хорошим зрением. Мне кажется, что сейчас самая сложная ситуация с детьми, которые пошли в начальную школу, это первый, второй, третий класс, в этом возрасте у детей, как правило, зрение не проверяют. А именно школьная нагрузка, она для ребенка становится провоцирующим фактором для резкого роста близорукости. Как только ребенок идет в школу, его жизнь полностью кардинально меняется. Он не гуляет на улице, как правило, да, сидит целый день в школе, делает уроки до ночи. И вот в этот момент зрительная система дает сбой. Поэтому я прошу всех родителей обязательно проверить зрение перед школой, проверить зрение по окончании первого, второго и третьего класса, потому что маленькие дети на этот зрительный стресс отвечают более активно. Лечения близорукости нет, но ее важно контролировать и помогать ребенку сформировать нормальную зрительную функцию. Для этого современная офтальмология предлагает различные эффективные методы. Первые средства, которые выписываются ребенку, это, естественно, очки. Каждый ребенок уникален, и для каждого ребенка подходит свой метод. Кому-то больше нравятся очки, кому-то мягкие линзы, а для каких-то детей, например, очень активных, кто занимается спортом, кому неудобно быть днем в очках или в линзах, который хочет быть полностью свободным, для них мы подбираем ночные линзы, чтобы ребенок спал ночью у них, а днем был совершенно свободен. Ночные линзы, или, как их еще называют, ок-линзы, это нехирургическая альтернатива коррекции зрения, которая позволяет пациентам хорошо видеть днем без использования очков или обычных контактных линз. Часто ортокератологические линзы – единственный выход. Они могут быть использованы при повреждении роговицы, когда обычные контактные линзы противопоказаны. Основан метод на применении специальных жестких газонепроницаемых линз, которые состоят из биосовместимого материала. Она достаточно твердая. Это очень похоже на капы, которые носят детки тоже для выравнивания прикуса. Но это газопроницаемый материал, и линза во время сна ребенку не мешает. Пока человек спит, линзы корректируют форму роговицы, эффективно решая проблемы с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Подходят пациентам они от 6 до 60 лет. Для достижения полного оптического эффекта носить их нужно не менее 8 часов, потому-то и, собственно, выбран ночной период, он более удобный. И важно использовать их регулярно, ведь за день роговица постепенно принимает исходную форму. Очень часто родители думают, что ребенок поносит год-два линзы, как брекеты, и близорукость исчезнет. К сожалению, нет. Близорукость, которая уже сформировалась, связана с тем, что глаз вырос больше нужного размера, и сделать меньше его мы не можем. Наша задача, чтобы глаз не рос дальше, когда уже может быть слишком большая близорукость, и слишком высокий риск осложнений, таких как отслойка сетчатки, макулопатия. Это все серьезные осложнения, которые приводят к потере зрения. Вот наша задача на ранних этапах, когда близорукость еще маленькая, затормозить ее рост и вести ребенка до 18 лет, а потом уже бережно передать его в руки взрослым офтальмологам. Очные линзы были разработаны еще в 1962 году американским оптометристом Джорджем Джейси. Он заметил, что ношение жестких контактных линз во время сна временно улучшает зрение у пациентов с малой степенью близорукости. Это наблюдение послужило стартом для разработки метода. Этот неожиданный эффект помог нам понять, как мы можем повлиять на прогрессирующую близорукость у детей и повторить этот эффект не только в ночных линзах, но и в специальных очках и в специальных дефокусных мягких контактных линзах. Такие сегодня подбирают Салим и Жулдас. Так стало чуть-чуть видно? Да. Родители часто боятся, что дети могут не справиться с ношением контактных линз, ведь за ними нужно постоянно правильно ухаживать. Но эти страхи напрасны. Как пользоваться линзами? Правильно их надевать, снимать, ухаживать. Всему этому врачи-офтальмологи обучат и ребёнка, и родители. Это очень важный этап, кстати. На самом деле дети намного более ответственны, чем нам кажется. Самое сложное – это сломать стереотип родителей о том, что ребёнок не сможет пользоваться контактными линзами. Мы видим, что дети прекрасно справляются и с манипулированием, с надеванием, с снятием и даже с уходом за контактными линзами. Всё, что детям требуется – это поддержка родителей и небольшой контроль, потому что у детей ещё не сформировано ответственное отношение к своему здоровью. Но если мы все вместе – и ребёнок, и родитель, и врач – хотим добиться результата хорошего зрения и контроля миопии, и делаем это вместе, и доверяем друг другу, то результат, конечно же, не заставит себя ждать. А это Алдеяр Жумабаев. Ему 8 лет. И мама приводит его в клинику на лечение косоглазия. Проблема дала о себе знать у мальчика с рождением. С детства, и потом, да, сотовый телефон постоянный, и у него началось ухудшение. Усугубляться, да. А вообще это генетически как-то или оно приобретённое? Наверное, генетически, потому что у нас с папиной стороны, вот у всех зрение такое вот. Вот как вы видите, да. Да, да, да. И мама, и это. Главное, что сейчас здесь лечат и помогают. Лечат, да. И главное, что это в Астане, в Казахстане, никуда ехать не надо. Болезнь является не только эстетическим дефектом, что, конечно, значительно мешает ребёнку социализироваться, но ещё и очень опасное. Глаз, который косит, со временем перестанет видеть. Мозг не воспринимает его сигналы, и, оставшись неудил, тот теряет остроту зрения. Развивается амблиопия – функциональная слепота. К счастью, сегодня существуют методы устранения патологии. Тут главное – начать лечение сразу, как только поставлен диагноз. Мама – Алдияра Гульдин. Родители ответственные, потому тянуть с этим долго не стало, привела сразу к офтальмохирургу. Хирургия в любом случае – это и идёт как бы последний этап нашего лечения. Вначале мы пытаемся лечить консервативно. Это аппаратное лечение и ношение очков. В зависимости от особенностей каждой клинической картины, возраста пациента, врачи предлагают несколько способов лечения косоглазия. Ношение специальных очков, корректирующие упражнения для глаз, занятия на специальных аппаратах, как вот этот синаптофор, он корректирует нарушение бинокулярного зрения. Он выпрямляет косоглазие. 20 минут они сидят. Сейчас, наверное, улучшения пошли. Если у пациента выявляют отклонение глаза от правильного положения больше 10 градусов, то целесообразнее сразу делать операцию. Иногда бывают виды, когда мы сразу планируем хирургию косоглазия. Мы, естественно, тщательно готовим пациента к хирургии. То есть он должен хорошо видеть, носить полную очковую коррекцию. То есть специальное лечение аппаратное. То есть мы вырабатываем способность смотреть двумя глазами. То есть есть специальные методы, которые лечат амблиопию, ленивый глаз называется. То есть мы всё это готовим, чтобы эффект от хирургии был максимально высоким и сохранялся навсегда. Суть исправления косоглазия у взрослых и детей заключается в коррекции натяжения мышечного волокна. Слишком длинное необходимо укоротить, чересчур короткое удлинить. Немножко яркий свет будет, надо будет чуть-чуть потерпеть. Мышцы очень маленькие, глаз, и поэтому легче оперировать с микроскопом. Сегодня офтальмология может предложить и взрослым, и детям исправлять косоглазие при помощи инъекций ботокса. Его используют ещё с 1981 года. За это время накоплен огромный положительный опыт в этом лечении. Это ботокс. Делается совсем чуть-чуть. В данном случае 20 единиц. Это примерно 0,1 мл. То есть рисков интоксикации вообще нет. Вот она мышца. Это для тех пациентов, у которых ранее не было косоглазия, оно возникло остро. Потом они с этим быстро справляются. В принципе, эффект очень хороший. Всё, эгерим закончили. А, процедура какая быстрая. Насколько хватает этого эффекта? Если мы колем при паралитическом косоглазии на полгода, на год, да, то есть им постоянно раз в год, раз в полгода нужно докалывать. Но если косоглазие возникло остро, да, на фоне, там, выраженной зрительной нагрузки, тогда эффект от одного укола навсегда сохраняется. Вообще, в принципе, если человек никогда не косил, он очень быстро избавляется от двоения. Такие пациенты приходят с жалобами на двоение предметов. Чаще всего мы второй раз уже не колем. Сколько вы в среднем делаете таких операций? В неделю примерно 6-7 операций. Больше процентов – это дети, конечно. Результаты очень хорошие.